Павел Леонидович, вот уже более двух с половиной лет, вы депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Как за этот отрезок времени поменялось ваше личное отношение к жизни и работе депутата? Вы знаете, наверное, мне очень сильно помогает опыт областного депутатства, если так можно сказать, потому что перед тем, как был я избран в Палату представителей, я на протяжении 26 и 27 СУЗов являлся депутатом областного совета и в течение двух лет даже был представителем комиссии по социальным вопросам. Поэтому с работой депутата, с понятием депутатства, с теми вопросами, которые сегодня волнуют граждан, я уже был знаком ранее. Конечно, когда ты избираешься уже в парламент, то спектр этих вопросов становится шире, безусловно, это однозначно могу сказать. У тебя гораздо появляется больше, скажем так, возможности расширить свое мировоззрение раз, во-вторых, тем, для которых для обсуждения, тем для изучения, тем для очень глубокого изучения становится гораздо больше. Все-таки от местного совета несколько, ну я хочу сказать, другая специфика, да, и другая специфика вопроса, который к нему приходят люди на приемы. Здесь ответственность выше, но и возможность помогать, реально помогать реальным людям тоже выше. Вот я знаю, что каждый месяц вы проводите приемы граждан в Гомеле. С какими вопросами, проблемами чаще всего идут жители областного центра? Да, действительно, инструментарий, который сегодня может пользоваться парламентарем, он гораздо шире, нежели у депутата местного совета. Я хочу сказать, что, ну, определено законом, что не реже одного раза в месяц депутат Палаты представителей обязан проводить прием в своем округе. Эти приемы могут быть чаще, это могут быть не только приемы, но и встречи трудовых коллективов, в которых вполне могут подниматься те или иные вопросы. Люди идут? Люди идут, да. Это могут быть письменные обращения к депутату, как от физических лиц, так и от юридических лиц. Поэтому, конечно же, одним приемом граждан в месяц работа депутата в округе однозначно не ограничивается. А спектр вопросов затрагивает все наши сферы жизнедеятельности человеческой. Ну, опять-таки, вопросы ЖКХ, благоустройство, вопросы, касающиеся ремонта дорог, они всегда актуальны, они всегда находятся, что называется, в топе проблем, которые сегодня связаны. Помимо этого, конечно же, мы говорим о медицинском обслуживании, помимо этого нужно говорить об пенсионном обеспечении. Вопросы, которые касаются участия в том или ином виде или формате депутата в реализации социальных проектов, в реализации культурных проектов. Ну и еще одна из важных тем, это реализация проектов, связанных сегодня с развитием местного самоуправления в округе. Всегда ли это действительно масштабная проблема, либо все-таки вопросы, которые могли бы решиться намного проще на местном уровне? Ну, масштаб проблем абсолютно разный. У каждого свое понимание масштабности, особенно если это касается личной проблемы. Безусловно, конечно же, большинство людей приходит с личным вопросом. И для человека это большая проблема решения этого того или иного вопроса. Тут ему нужно либо оказать какую-то юридическую помощь в толковании, либо правильно его сориентировать, где этот вопрос можно решить и порядок решения этого вопроса. Либо, используя опять-таки, возвращаться к первому вопросу, к предыдущему вопросу, это тот инструментарий, начиная от простого депутатского запроса, работы с местными органами власти, решение проблемы человека. Но для каждого человека этот вопрос, он важный, и он большой, и он нужный. А задача депутата, одной из задач депутата, безусловно, является то, что это защита интересов своего избирателя. Павел Леонидович, я так понимаю, что после вашего такого убедительного ответа количество обращений от избирателей увеличится. Я хочу сказать, что у нас достаточно большое количество обращающихся, и тем не менее, все, кто приходят, независимо от проблематики, мы, безусловно, принимаем, мы слушаем, стараемся оказать максимально возможную с нашей стороны помощь. Единственное, конечно, я очень бы хотел, когда говорят к избирателям, и обращаясь к избирателям, когда они приходят, чтобы вопрос звучал не наполовину. Потому что, говоря об этом, конечно, человеку очень много что порой утаивает. И он говорит, что тратится время на... Абсолютно верно, тратится очень много времени. Задействуется вторая сторона, выслушивается, а то и третья, и четвертая. А потом, когда еще выясняется, что человеку уже прошли какие-то судебные были решения, либо находятся в стадии судебного производства, какие-то его вопросы сегодня, но это уже депутат не вправе. По-человечески ты, конечно, человека понимаешь, стараясь поддержать. Но есть закон. Если сегодня есть закон, мы должны соблюдать этот закон. Незнание человека каких-то законодательных норм, незнание закона, его не освобождать от той или иной ответственности. Трактовать так, как выгодно самому гражданину закон, ну, наверное, это неправильно в данном случае. Поэтому мы пытаемся человека убедить, хотя он говорит сегодня, что вот я прав и все. И вот ты, пытаясь переубеждить, идти от обратного, согласия уже на те нормы законодательства, которые сегодня у нас действуют. Павел Леонидович, спасибо за интервью. Успехов в делах. Спасибо большое.